День с толком День с толком День с толком Нужно больше думать о людях, которые обеспечивают ваши успехи, двигают всю отрасль вперед. Добавлю, что именно на селе живет больше половины, по оценке, примерно 53% граждан с низкими доходами. Чтобы жизнь на селе стала лучше, с января в России стартует программа «Комплексное развитие сельских территорий». Основной блок ее мероприятий направлен на создание современного облика села. Об этом говорил в своем докладе на заседании губернатор края Виктор Томенко, который является руководителем рабочей группы Госсовета сельское хозяйство. Среди ключевых направлений госпрограммы предусмотрено также развитие жилищного строительства в сельской местности и повышение уровня благоустройства домохозяйств. Со следующего года заработает льготная сельская ипотека на срок до 25 лет по весьма низкой ставке до 3% годовых. В реализации этих мер приветствуют инициативу снизу от муниципалитетов, жителей бизнеса с проектами комплексного обустройства конкретной территории. К слову, количество заявок уже превысило сумму, которая заложена в паспорте программы. В 2020 году выделяют 36 миллиардов на все регионы, а необходимость 79. Председатель КЗС Александр Романенко, возглавляющий при Совете законодателей России комиссию по аграрно-продовольственной политике, который одним из первых заговорил о необходимости программы по развитию сельских территорий, считает, что это вопрос поправимый. Самое главное, мы сегодня об этом говорим, мы сегодня об этом говорим открыто и даем понятие Министерству финансов федеральному и правительству Российской Федерации, что если мы действительно хотим реально что-то сделать на селе, на российском селе, ну надо не осторожничать в понятном смысле слова, да, не надо оглядываться назад, а надо действительно, есть программа, есть паспорт программы, надо и формировать сегодня бюджетные средства, исходя из паспорта программы. Кстати, пересмотреть финансовые параметры программы попросили президента в ходе заседания Госсовета, также министр сельского хозяйства России и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Татьяна Голубева, день с толком. В стране ждут еще одно важное решение об ограничении продажи снюсов. В Барнауле сегодня проверяли работу торговых точек с жевательными смесями особого продукта, содержащего никотин. Как показывает региональная практика, употребляют его даже дети. Некоторые после этого попадают в реанимацию. Поэтому накануне школьных каникул состав снюсов в барнаульских магазинах решили пересмотреть. Контрольная проверка. Специалисты Роспотребнадзора, депутаты, активисты сегодня гуляют по табачным отделам. Ищут нелегальный снюс. В Барнауле начались массовые рейды по бизнесу жевательных смесей. В краевое ведомство поступил приказ остановить продажу никурительной, никотиносодержащей продукции. Сегодня изымается снюс жевательная резинка, которая содержит никотин и конфеты сосательные. Дело в том, что в одной конфете содержится порядка 60 миллиграмм, а это три пачки сигарет. Употребление таких конфет чревато. Не так давно трое школьников попали в реанимацию с передозировкой. Это и стало поводом для рейдов. Правда, продавцы, которых проверяли сегодня, уверяют, несовершеннолетним смеси не продают. Но дети разработали целые схемы обманной покупки. И повлиять на это сложно. Мне тоже неприятно, что малолетки. Но идет трафик такой. Я вам скажу, как получается. Девочки отказывают. Даже могут сказать сами девчонки. Спросите, как? Они просят, совершеннолетних вылавливают. Прямо здесь стоят, везде за витриной, наблюдают здесь. Мы не можем взрослым человеку отказать в продажу. Никто не продает. То есть отправляют, они выходят. Либо еще говорят, что старшеклассники закупают и перепродают дороже. Сегодня рейды прошли по десяти точкам. Часть продукции, которая не прошла проверку, например, на упаковке не был указан срок годности, опечатали. Представители Роспотребнадзора заверили, что рейды продолжатся до тех пор, пока Госдума не поставит точку в этом никотиновом деле. Сейчас законотворцы страны рассматривают, как ограничить продажу синуса. Илья Кочетков, Илья Халяпин, Ден Столкан. Фильм «Ирония судьбы или с легким паром», а также «Салат Оливье» могут стать наследием ЮНЕСКО. С таким предложением выступил депутат Госдумы Виктор Зубарев. И уже направил письмо гендиректору ЮНЕСКО. Чиновник считает, что походы в баню 31 декабря и русские традиции новогоднего застолья достойны того, чтобы войти в список нематериального культурного наследия человечества. По мнению депутата, важно сохранить культуру празднования Нового года для молодежи, так как этот праздник объединяет всех россиян. Переходим к другой теме. Если люди сгорят, то он будет виноват. Так могут сказать жильцы Барнаульской хрущевки, а владельцы территории рядом с их домом. Тот поставил бетонный забор на дороге перед многоэтажкой, и люди переживают, что в случае ЧП пожарная машина не проедет. Подробнее в сюжете. Необычный забор, который ограждает что-то от кого-то. Во дворе дома на улице Никитина 59А появилось ограждение, за которым только строительный мусор. Смысла в этих бетонных плитах пока нет, и это еще больше раздражает жителей. Свой забор поставил на нашу территорию. То есть сейчас забор стоит на асфальте. Нас это очень устраивает. Люди говорят, что их никто не спрашивал. То есть межевание происходило с какими-то нарушениями якобы. Я не в курсе, не знаю, как оно происходило, каким образом. Ну и вообще, что просто две машины пожарные здесь не разъедутся. По нормам все замерялось. По словам Алексея, оснащение двора пока не завершили. Здесь еще установят знаки, которые должны обеспечить безопасность в случае ЧС. Во дворе тупиковом это необходимо. Так же, как и необходимо оставить проезд пошире. Иначе в случае, например, пожара машина просто не сможет развернуть лестницу для эвакуации. Подрядчики, строящий забор, с этим не согласны. Там на углу, там на асфальте выбита дырочка, специальная геодезия. То есть по спутнику стреляли. Соответственно, мы зашли внутрь даже территории. Там даже отступили на метр дальше от якобы их территории. То есть им расширили даже, больше сделали зону. Но этого не хватит для нормальной работы пожарной техники. В этом уверены жители. Нормы говорят, проезд в ширину должен быть не менее трех с половиной метров. Что скажут по поводу этого дома в МЧС, узнаем скоро. Запрос мы отправили. Андрей Дригер, Алексей Фризин. День с толком. Жители края стали реже погибать на железной дороге. Об этом сообщает транспортная полиция. Сократить смертность удалось и благодаря профилактическим мероприятиям, которые постоянно проводят в РЖД. В одной из таких массовых акций приняла участие сибирская медиагруппа. Вместе мы создали видеоролики, которые транслируют на вокзалах, объектах железной дороги и в интернете. Я Виталий Гасаев. Я Илья Кочетков. Я Виктория Гальца. Я Елена Кузовкина. Известные артисты, спортсмены, журналисты. С больших экранов они обращаются к жителям Алтайского края с просьбой соблюдать правила поведения на железной дороге. Видео можно увидеть на вокзалах, объектах железной дороги в интернете. Это плоды совместной работы сотрудников РЖД и сибирской медиагруппы. Мы, конечно, все знаем правила, необходимые правила, но мы со временем их по невнимательности забываем, где-то что-то утрачивается. Когда постоянно идет доступ к этой информации, он где-то на подсознании даже остается. Это действительно, это очень важно. Что меня связывает с железной дорогой, очень многое. Первое, что я много лет сама работал в структуре РЖД, как и моя жена, так же отработала. С РЖД мы дружим долго и всерьез. В прошлом году на железной дороге края погибли 23 человека. В этом 14. Все они переходили ЖД-пути в неположенном месте, либо в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы таких случаев было меньше, в РЖД ежегодно проводят десятки профилактических мероприятий. Недавно на станциях края начали устанавливать новую звуковую систему оповещения. Сегодня мы дошли до того, что простые звуковые оповещения, они не действуют, потому что уже обыденные, человек уже понимает, как должное. Мы решили пойти по тому, что женский и мужской голос разделили направление поезда, чтобы уже была активность человека и восприятие, разделили таким вот образом. Ну а тех, кто бескорыстно принял участие в съемке проекта «Травматизм на железной дороге», накануне наградили сотрудники РЖД. Вероятно, это не последний совместный проект, который может предотвратить трагедию и спасти чьи-то жизни. Ирина Корчегина, Николай Шелко. День с толком. Пять стопок водки или литр пива. Алтайские врачи не советуют пить больше в новогоднюю ночь. Если честно, мы сомневаемся, что многие последуют этим рекомендациям, но попробуем разобраться, как пить правильно и чем закусывать, чтобы запомнить самую волшебную ночь в году. Один бокал шампанского. По мнению врачей, это оптимальная доза спиртного, которую можно себе позволить на Новый год, без вреда для здоровья. Возможно, где-то в параллельной вселенной именно так и празднуют Новый год, но только не в России, где новогодние каникулы – всегда суровый удар по печени. И если уж пить, то качественный алкоголь. Берут самую дешевую шампанское, за 100 рублей, все, классно, берут. Вы посчитайте, там, где изготавливают, там даже виноградников у них нет. Есть производители, там 200-300 рублей бутылка, но не пожалейте, зато вы не будете болеть на утро. Сама этикетка, насколько она правильно приклеена, то есть любые перекосы этикетки, если она порвана, потерта, если с нее потекла краска, это тоже может говорить о том, что продукция приготовлена в каких-то кустарных условиях. Поинтересоваться, имеет ли данное предприятие торговли лицензию, которая и позволяет реализовать алкогольную продукцию. Профи в спиртном деле советуют выдерживать между стопками большие паузы. А главное – подготовить свой организм к встрече с алкоголем. Не пить на голодный желудок. Кстати, желудок хорошо защитят бананы и картофельное пюре. Они обволакивают стенки. Заедать алкоголь сладким – большая ошибка. От сахара наступает быстрое опьянение, как и от газированных напитков. На закуску крепкому алкоголю хорошо подойдут икра, сало, селедка, квашеная капуста, огурцы без уксуса. Универсальная закуска к спиртному – мандарины. То есть есть такое правило. Зерновыми надо напитки пить зерновыми. То есть если мы говорим водка, виски, они совместимы между собой. Если говорить, мы пьем шампанское – это виноградное. Виноградное – только с виноградным. То есть если мы пьем, там, весь день вы там, вино, шампанское, да, но заключение дня – либо коньячок, может быть, там, да, либо какой-нибудь бренди. То есть на зерновые ни в коем случае нельзя переходить. Иногда ошибки приводят к летальному исходу. В Барнауле ежегодно фиксируют несколько смертей во время новогодних застолий. А в целом на каникулах обращения в наркологические отделения города возрастают на 30%. Крепкие спиртные напитки, как бы долг не был вечер, до 150 грамм крепких спиртных напитков. Я бы рекомендовал потреблять сухое вино, либо шампанское. Вот эти напитки, они до 250 грамм. И до литра пива. Тем, кто все-таки перебрал, врачи советуют в день похмелья отказаться от алкоголя, пить больше воды, кисломолочных продуктов, навернуть куриного бульона или уху, погулять на свежем воздухе. А вообще новогодние праздники стоят того, чтобы их запомнить и не провести новогоднюю ночь лицом в салате. Ирина Корчегина, Алексей Фризин, Александр Антропов. День с толком. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания «Эвалар». Подписывайтесь на наш канал в соцсетях и хороших вам новостей. Продолжение следует...